Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Члены парламента Чехии посетили центр испытаний струнного транспорта Экотехнопарк. Сотрудники управления подвижного состава Skyway провели испытания струнного транспорта. Специалисты Skyway встретились с представителями технологических компаний из России и Франции. Специалисты Skyway рассказали журналу Office Life о том, как устроена работа Экотехнопарка. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Члены парламента Чехии Карла Марикова, Павел Пулзак и Сденок Ондрыщик посетили центр испытаний струнного транспорта Экотехнопарк. Делегация осмотрела экспозицию музея Skyway и узнала историю развития проекта. После экскурсии гости ознакомились с инфраструктурой Экотехнопарка и побывали внутри юнибуса. Члены парламента Чехии оценили вклад Skyway в развитие современных технологий и заявили, что проект может помочь решить транспортные проблемы Чешской Республики. После экскурсии по Экотехнопарку делегация побывала в Экодоме, где обсудили перспективы применения струнного транспорта в Чешской Республике. Сотрудники управления подвижного состава Skyway проверили работу сетевого оборудования транспортных средств. Тестирование показало, что бортовая сеть способна функционировать даже во время поломки. Также специалисты проверили работу системы микроклимата. Испытания прошли на специально разработанном стенде для проверки компрессоров. Дальнейшее тестирование системы микроклимата пройдет в термокамере. Испытания подготовят транспорт Skyway для эксплуатации в тропическом климате. Сейчас в управлении подвижного состава совершенствуют работу амортизаторов. Они используются в аварийно-буксировочной системе транспорта Skyway. Доработки помогут снизить габариты и стоимость производства амортизирующего оборудования. В Минске прошла встреча специалистов ЗАО «Струнные технологии» французской компании DASO Systems и российской IT-компании IGA Technologies. Эксперты обсудили технологии, которые помогут улучшить работу струнного транспорта. Представители DASO Systems рассказали о возможностях программного модуля DASO Digital Simulation. Он позволит оценить воздействие окружающей среды на все элементы транспорта Skyway. Инструмент DASO Systems моделирует различные погодные условия и помогает сэкономить деньги на испытаниях в реальной среде. По итогу встречи специалисты из DASO Systems предложили ЗАО «Струнные технологии» помощь в оптимизации производства компании. Эксперты DASO Systems проведут аудит производственной площадки Skyway и подготовят программу реорганизации технических процессов в ЗАО «Струнные технологии». Специалисты Skyway рассказали журналу OfficeLife об экотехнопарке и людях, которые там работают. Авторы статьи отметили, что часть сотрудников экотехнопарка находится там постоянно. Они следят за стендовыми и полевыми испытаниями, помогают наладить работу струнного транспорта и создают условия для сертификации. Не менее важны IT-специалисты, которые работают в экотехнопарке. Они учат транспортные модули распознавать препятствия на пути и правильно на них реагировать. Данные, которые собрали IT-специалисты экотехнопарка, обрабатывают на месте или передают специалистам в Минске. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующем видео.